Кто из Мамина, Испании был? Ивану Генжа Ивану Генжа Начиная с 2015 Я представляю прохладненскую городскую газету Потому что есть, судья принес Идет свобода суда и успел Идет политику Так скажем, мягкую политику Потому что, ну, кто тебя держит, потом зайдет Преподобную чаю, потому что много партийских Потом зайдет Мы посидим, пообщаемся Давайте сегодня не будем вообще о политике Давайте просто Почаёмничаем, да, просто о жизни О самом простом, о житейском Ты расскажи, как так вот дискотека прошла Беслан расскажет, как ёршики Продаются у него Миша расскажет, где можно фонарики достать Просто о житейском Давайте сегодня без политики Григорь, ты как это отвяжешь От политики, скажи мне Не знаю, просто хотелось сегодня встретиться Просто пообщаться Давай попробуем Руслан, как у тебя продажи ёршиков увеличились? Не сказал бы, не сказал Золотых не найду пока К сожалению, видишь, ты не в Москве живешь Если бы жил бы ты в Москве или в Санкт-Петербурге На самом деле, я думаю, нашим зрителям будет интересно По поводу протестов поговорить Несмотря на то, что чай уже налит И ты уже попробовал Надо знать, надо знать Как себя вести в данной ситуации И к чему это вообще может привести нас И в данном случае Я чуть-чуть перебью тогда тебя уже Григорий Хотел попросить, чтобы ты меня перебил Да? Очень важный момент в данном случае Это роль людей, которые непосредственно связаны С средствами массовой информации Это соцсети, это телевидение, радио И каково влияние вот этого всего На конечный результат данных мероприятий Каково влияние конечное В итоге для всех нас, для жителей Нашего города, района, региона Ну и России в целом Тем более, что у нас в гостях сегодня Ирина Нелюбова Главный редактор газеты «Ваш городок» И как раз таки мы с Ириной и поговорим О роли СМИ в протестах, в нынешней ситуации Что она думает Все ее мысли услышим Я думаю, вам будет интересно Ну и каждый высказывается тоже Потому что эти протесты Даже и наш город затронули тоже Да? Я думаю, есть что сказать об этом Свои мысли каждый выскажет Вот Михаил Мельник к нам возвращается С возвращением Блудный сын Радуй тебя приветствовать снова с нами Все хорошо? Как хотать? Это радует Это радует Как Дегтяренко Шикарно твоими молитвами Да Давайте вообще выскажется каждый Кто думает, что что думает вообще По поводу того, что происходило у нас в стране 23 января, 31 января Вот И 2 января тоже были выходы людей 2 февраля, верно И 14 января начался И уже да Уже совсем скоро К моменту выхода Может быть уже Постараемся успеть Да Это завтра? Это завтра День всех тут дома Да Все с фонарика День газа Чикатило Ну кому что? Для кого что? У кого свои кумиры У каждого Кто что читал Да Какой праздник Я? Да Почему я? Не по дню психиатрически больных в Германии А по поводу протестов Что ли как? Ну Что ты думаешь вообще? У тебя были ролики У тебя были активные как бы выступления Неофициальные смыслы Да Неофициальные смыслы Да Да Ну всем известно Да Я думаю, что вы чуток недооцениваете соцсети Соцсети это пятая власть в России И это уже в России Тоже официально всеми принципами признанная Структурами нашими Государственными Негосударственными Поэтому Это Да Это неофициальная Но это очень безусловно влиятельная такая штука В России Расскажи Что это было? Я тебе скажу, что Все только начинается в Григории По моему мнению Все только начинается Готовимся Ну Не ждем А готовимся Да И то что началось 23-го То что произошло То что затем проследовало 31-го числа И то что сейчас происходит Огромное количество возбужденных уголовных дел Вплоть до Ну абсурдных уголовных дел Вы все слышали мои видео Которые я записывала И я вам хочу сказать, что сейчас На данный момент В Следственном комитете России По КБР По городу Прохладному В отношении меня ведется доследственная проверка То есть Сотрудники полиции Решили мне вменить такую штуку Как призывы несовершеннолетних Представляете? И это несмотря на то На мои посты Многочисленные посты И конкретно я указывала Что уважаемые родители Не пускайте несовершеннолетних Вы хотите лучше сами Это все Несмотря на это Сейчас Против меня Пытаются сформировать уголовное дело То есть Призывы несовершеннолетних? Да Да Я не думаю Что это получится Но в принципе В нашей стране бывают разные чудеса И мы все это Можем наблюдать сейчас Даже Я не хотела обсуждать эту тему Но Михаил сегодня мне весь вечер Промывал мозг И я все-таки это озвучу Да Мы видим все Как судят Навального По делу о клевете Хотя по факту Деда он оскорбил Мы сегодня с Мишей разговариваем Я говорю Навальный оскорбил деда? Я говорю Да Я согласна Оскорбил Но не отлебетал Это чуток разные вещи Да Это одна статья КОАП Это другая статья УК То есть Это совершенно разные вещи По поводу протестов Я скажу так Я выходила на улицу Не один раз Я выхожу на улицу Начиная с 2015 года Я участвовала в многих С дальнобоями Началось Да По Платону Потом митинги были Антикоррупционные Которые Навальный анонсировал Я была организатором Вместе с вашим Наумом Одного из них Нальчики И Затем митинги КПРФ По заявлению Которых меня штрафовали На десяточку Да Уже настанет Такой вечер Когда ты не вспомнишь об этом Ну пока КПРФ не принесет Официальные извинения Я буду вспоминать об этом Вот И Напишем Геннадий Андреевич Обязательно Ну хотя бы местное отделение Угу И Как бы Я выходила на улице И я буду выходить До тех пор Ну пока меня что-то будет не устраивать То есть лично я молчать не намеренно Если меня что-то не устраивает В политике там Да В нашей политической жизни Или В социальной там В какой-то сфере Ну опять же это политика Да Даже социалка Да Все равно это политика Конечно То есть пока что-то меня будет не устраивать Я буду выходить на улицу Я человек мирный Я не преступник Я всегда это делаю мирно И Ну хорошо Придумали они законы Но придумали Написали там Запрещают они нам выходить на протесты У меня фантазия богатая Вышли овощи За которые мне 20 тысяч штрафа присудили Да Судья решил что Ну нет разницы Овощи людям Ну прям так и сказали А какая разница Овощи или людям Все знают наверное Судья Все знают Да Да И судья так и сказал Разницы нет Лук это с картошкой Или люди Ну как бы Ну хорошо Я еще что-то придумаю Фантазия у меня богатая Я буду придумывать И выражать Свою гражданскую позицию Я считаю Что это все приведет К закономерному итогу Смена власти Однозначно Однозначно Нынешняя власть уже Утратила всякое доверие А население Это видно по всем опросам Это видно по общению С простыми гражданами И Однозначно У нас ожидает Смена власти Но Моя задача Сделать ее мирной Вот лично я Для себя Поставила задачу Чтобы Эта смена власти Была мирной И желательно В результате выборов Ну уж на крайний случай Ладно Какая-нибудь Бархатная революция Но ни в коем случае Нельзя допустить То что было У нас В семнадцатом году Гражданская война На протяжении 5 лет Счастья Моя Родине Не принесла И не принесет Поэтому Я за мир И хочу Чтобы смена власти Произошла Мирным путем Вот за это Я и буду выступать А это однозначно Уже скоро Не за горами Вот так Я прокомментирую Настю Немножко В плане Чуть-чуть В другом соусе Это все преподносится В соусе того Что все за Навального Выступления происходили Вот Я так понимаю Не в этом соусе Все преподносится С твоей стороны Абсолютно нет Дело не в Навальном Безусловно Человека судят сейчас Несправедливо Это мое мнение Именно вот эти выступления Они связаны Не с Навальным Они связаны С политикой существующей Да Но все это получалось Именно под лозунгом Навального Потому что Навальный вызвал 23 числа Людей на улице И все кто выходил 23 Так или иначе Они косвенно Все поддерживали его Потому что Вышли по его призыву Если бы эти выступления Вот которые Анастасия Анонсировала И выходила Были бы днем раньше Или днем позже Уже с Навальным Их никто не связывал А так как они были 23 числа То естественно Тут уже Прослеживалась связь И вот Например С моей точки зрения Тоже Какие бы Идеи потом И какие бы потом Не высказывались мысли Когда люди выходили 23-го Они явно шли за Навальным Нет Ирина Я с вами не соглашусь Люди шли за себя Да Люди шли за будущее Своих детей Люди шли по призыву Навального Но они шли за себя Но они шли по его призыву И следовательно Они поддерживают Всю его Политику Тактику Все его мысли Не факт что все Ну возможно что то А может быть кто то и не надо А может кто то и вообще его не поддерживал Вот именно не поддерживал Но однако Он составил ту статистику Которую сейчас Козыряют все В том числе и на западе И у нас тоже Что столько народу Вышло за Навального То есть Толчок Толчок Почему он говорит Ко всем этому Мотивация Не только толчок Гриша Толчком могли быть Но если б они вышли днем позже Это бы уже совсем по другому смотрелось И вот В этой связи Я бы хотела Это будет российская акция Да Я бы хотела конечно Высказать Высказать Озвучить позицию Нашей газеты Я представляю Прохладненскую городскую газету Ваш городок Мы Стараемся быть Вне политики Над политикой Но насколько это конечно возможно Потому что Буду наверное не оригинально Процитирую Карла Маркса Который в свое время говорил Что Жить в обществе И быть свободным От общества невозможно Это конечно подтверждает Наша Современная жизнь Поэтому Все таки я озвучу Концепцию Нашей газеты Мы не против Выступлений Мы не против Протестов Выходят люди Хорошо Но самое главное Чтобы все это было в рамках закона То есть Санкционированные люди И мы придем Мы его опишем Мы у людей Информацию возьмем И мы ее дадим Максимально Объективные Максимально Приближенные К тому Что происходило Вот Григорий не даст соврать Мы И митинги коммунистов Озвучивали Мы Описывали Не один раз И Анастасия Упоминали Тоже в этих публикациях Но только то Что Было Скажем так Согласовано С властями Чтобы не было Вот этого конфликта Людей И Правоохранительных органов Что собственно Сейчас и приводит К таким трагедиям Которые случаются Во многих семьях В тех городах Где Были более Серьезные Выступления Где были более Серьезные Давления Именно силовиков Вот как раз таки То о чем мы сейчас Говорили По поводу несовершеннолетних Что Могли даже Неправильно Понять Призы к тому Чтобы дети Оставались дома А тем не менее Во многих городах Дети вышли в первых рядах На улицу Потому что Не понимали Что они делают Они ждали Что будет кайфно Что будет весело Что будет интересно А на деле Получилось Что их Они познакомились С полицией Ну и возможно Даже Дома трёху получат Потому что Родители наверняка До этого Поэтому мы и говорим Что Пожалуйста Любые протестные Действия Но только в рамках закона То есть Согласовали А дальше Вы что будете Вам уже никто не мешает А Вы как раз таки Согласовали Вы Согласовали Согласовали Нам Да Мы подавали Мы на Нальчик Подавались Мы на Майске Не согласовали Нальчик пока ответа не было Подавали Не согласуют подавали. И не согласуют? Нет, у нас, например, глава администрации мне лично сказал о том, что если вы подадите заявку, проблем не будет. Григорий, у нас ограничения действуют на массовые собрания до 50 человек. Я говорю, что прохладно, и выразил, ну как непосредственно, я за всех говорить не могу, я вместе с Алексеем Миронкиным, мы выражали то, что провести акцию 23 февраля здесь, в городе прохладно. Наши остальные ребята, они как бы в большинстве выразили поддержку манчанам и сказали, манчане к нам приезжали на митинг, давайте мы поедем к ним. Манчанам отказали. Соответственно, мы сейчас просто уже физически по времени не будем успеть. Сегодня, ну то есть там надо подавать 10-дневный срок, и вот все эти моменты мы просто не успеем вовремя там называть. Дело не в этом, дело не в этом. Сейчас вот, Ирина сказала, я на самом деле хочу вот здесь вот просто дополнить, дополнить, почему, например, местное отделение КПРФ не выступало против этих протестов, но конкретно я, например, за себя могу сказать, я не выступал против. Я присутствовал, ну, я присутствовал 23 января, нации 31-го, вот, я не поддерживал, потому что надо, вот, я в отличие от тебя, я могу сказать, что я не вижу того момента, что вот сейчас вот этот наступает тот самый переломный момент, когда у нас сменится власть. Я не вижу этого. И надо всегда понимать, если вы выходите на какую-то акцию, надо понимать, что это принесет больше. Это больше принесет вреда или больше принесет пользы, выход на эту акцию. Какие шансы на победу или какие шансы получить штраф, получить реальный срок, получить дубинкой по голове. Потому что все несанкционированные, несогласованные акции, это всегда разбитые лбы, это всегда полученные сроки. Вот. Мы сейчас, да, поэтому, ну и вообще, ты говорила за Алексея Навального, мы все знаем, это сейчас главный, я могу сказать, в любом случае, можно смело признать, что это главный политзаключенный страны сейчас, Алексей Навальный. Политик номер один уже, да. И, наверное, политик номер один, да. Но есть такие люди, которых мы, например, вот за столом здесь сидят, я думаю, многие не слышали, они не знают. То есть, которые выходили 27 июля 2019 года на акции протеста по недопущению кандидатов на выборы Мосгордумы. То есть, Любовь Соболь, да? Да. Вот. Мы допустили на тот момент. Жданова. Вот. Константин Котов. Тоже. Константин Котов, 4 года колонии получил. Владислав Синица, 5 лет колонии. Данила Беглец. По Данинской статье. Данила Беглец, непосредственно 2 года колонии за нападение на полицейского. Евгений Коваленко, 3,5 года колонии. Потом. За пластиковый стаканчик. Кирилл, Кирилл Жуков, Кирилл Жуков получил 3 года колонии за удар по шлему Росгвардейца, 27 года, 3 года колонии. Вот этих людей, многих, ну я считаю, что большинство из нас не знают. Я назвал 5 фамилий. На самом деле этих людей намного больше. Намного больше. И вот сейчас призывать о том и говорить о том, что вот сейчас, вот он, наступает этот переломный момент, я далеко бы не спешил бы. И на самом деле, вот даже, это же почему пришли, вот, ну как сказать, вот люди вышли во многом из-за чего? То, что посмотрели фильм про дворец в Геленджике, да, вот фильм, мы посмотрели, фильм хороший, классный, сделанный вообще. Вовремя заброшенный народ. Он вовремя вышел, все шикарно, 111 миллионов просмотров, то есть, ну, такого близко нигде не было, ничего подобного. Самый популярный контакт. Ну, оконцовка, оконцовка. Так я не решила. К чему, то есть, не, не, нет, оконцовка этого фильма, она о чем говорит? О том, что выводы какие надо делать? Вот, что вот необходимо, чего добиваться, улучшение работы чиновников, нужна свободная пресса, нужны независимые прозрачные суды. Вот, мы же все это проходили, мы же все это проходили в 90-е годы. У нас была свободная пресса в 90-е годы, в большинстве своих. У нас вроде были и суды намного лучше, чем сейчас, но что это было в 90-е годы? Мы такой жизни хотим? Я как юрист сейчас хочу, и как предприниматель, да, касаемо 90-х. Что в 90-х было? Того, чего нет сейчас, хорошего. Раз. Отсутствие налогов. То есть, у меня мама в 90-х занималась предпринимательской деятельностью. Она платила деньги за патент один раз. Раз. Это вот такая тетрадка, на которую клеилась голограммка. И все. И не было никаких отчетов, никаких налогов, ничего. Один раз за патент заплатила и работали. Это раз. Сейчас у меня, знаешь, сколько налогов? Что мне пришлось закрыть ИП и открыть самозанялость. Я тебя прекрасно понимаю. Это раз. Второе. Честные суды. В 90-х можно было в суде чего-то добиться. Сейчас у меня, например, в Прохладном свой личный судья есть. Меня судит один судья. И как ему говорят, такие он решения выносит в постановлении. Понимаете? То есть... Это было в 90-е. Ну, нет. В 90-е... О нашей газете скажу. Ну, в 90-е... Ответственное мнение, да. Все равно в 90-е можно было в судах добиться правды. Сейчас, если ты политический, ты там ничего не добьешься. Ты готовься к ЕСПЧ сразу. Вот я сейчас готовлюсь к ЕСПЧ, потому что я знаю, что и в Верховном я ничего не добьюсь. И я готовлюсь к ЕСПЧ. Что было хорошего в 90-х? СМИ были независимы. Мы все помним НТВ. И в какую помойку, простите меня, сейчас превратились СМИ. Особенно, ну, телевидение. Касаемо телевидения. Поэтому в 90-е было плохо. Почему? Потому что, знаешь, да, Советский Союз, плановая экономика, которая внезапно рухнула. Экономика с плановой в свободную не перестроилась быстро. Люди остались без зарплат. Дефолт. Все дела. Советский Союз. Конечно. Плановая экономика. Не КПРФ, тогда КПСС было. То есть это результат плановой экономики. Плановая экономика. Подожди, в 90-х уже не было плановой экономики. Нет, 90-е это продолжение 80-х. Безусловно. Как парооз. Это никак. Вот смотри, когда поезд едет, он... А сейчас, подожди, пожалуйста, сейчас не продолжение 90-х? Нет, сейчас продолжение путинской вот этой вот политики неправильной. Потому что за такой период, за 30 лет, ты меня прости, можно было эту сказку сделать. Мы все можем наблюдать. А за 10 лет почти не взяли в 90-х годах. В 90-е годах, давай так, вот смотри, в 93-й год, какие 10? В 93-й год, по сути, Ельцин пришел к власти. Да? В 99-м он уже ушел. Все мы помним великолепное, то, что нам Михаил как-то рассказывал на первом эфире. То есть, это 7 лет, во-первых. За 7 лет были какие хорошие реформы проведены? Какие? И путь был. И... Какие конкретно? Конкретно экономические. Дефолт, да. Реформы. Дефолт? Не дефолт. Я тебе говорю о освобождении предпринимателя от налогов. Поэтому бюджетники зарплату получали раз в 3 года. Бюджетники не поэтому зарплату от налога получали. Не может государство существовать. Но не такие они должны быть. Это бесспорно. Это бесспорно. Без права. Когда налоговое бремя на граждан не такое, тогда экономика развивается. Настя, тогда не было как таковой даже по практической экономике. Советская была разрушена, а новая еще не построена. Поэтому был хаос. Я сама в то время была предпринимателем. До 99-го года тоже. И я тоже хорошо помню, что это было. Это был челночный бизнес. Когда вся страна сновала всюду, во все дыры, до каких она могла пролезть. Кто как мог. Потому что народ был брошен на выживаемость. Тогда же выросли и бандюки. И сейчас не зря говорят лихие 90-е. Это не от того, что не было хорошей политики. А бандюки ушли? Вообще никакой не было. А бандюки ушли? Да, они ушли. Серьезно? Ну, ушли какие-то легализовались. Легализовались. Но они вот того бандитского произвола, который, кстати, мы наблюдали даже в нашей республике в начале 2000-х годов. Помните, когда дошло до того, что в 2005 году, 13 сентября, у нас была дата, которую, наверное, ни один житель в республике старше, вернее, ну да, старше 15 лет никогда не забудет. Тем не менее, 90-е, не дай бог, чтобы они вернулись. И даже что-то подобное, чтобы вернулось. Другое дело, что сейчас люди могут выступать за какую-то правовую сторону именно в улучшении налогообложения. Ведь те же самые самозанятые, но это же обман. Почему? Потому что людей, которые будут самозанятыми, их лишают точно так же, как и предприниматели. Их лишают отпускных, их лишают больничного листа, их лишают пенсии, элементарного пенсии. То есть они опять перекладывают, а сейчас вот еще идея переложить 2% на работающих, на содержание, чтобы они отчисляли своих родителей, это ведет к тому, что просто-напросто государство старается уменьшить количество людей, которым оно будет платить пенсию. На сегодняшний день у нас действительно заработать пенсию, какую-то более-менее нормальную, могут только бюджетники. Бюджетники не могут. В любом случае, бюджетники будут получать. У меня, например, мама всю жизнь отработала учителем на одном месте. Она... 11 тысяч. Ну, 11 тысяч, хорошо. Настя, это потому, что с 2015 года началась вот эта реформа, связанная с коэффициентами. Да, 2015 она вышла на пенсию. Раньше еще. Ну вот я, например, выходила в прошлом году, у меня сколько лет не было трудового стажа, он не играет никакой абсолютно роли. Только те коэффициенты, которые были с 2015. Просто на роде ебал. Ну, то есть, вот, у меня, например, да, от фонда МИП 10 лет. Вот я посчитала, что если я буду отчислять налоги, ну, вот как я плачу, да, там 36 тысяч в год налогов пенсионный фонд. Вот я буду всю жизнь их платить, я заработаю минимальную пенсию. Минимальную. Потому что всего два коэффициента. А если я эти деньги буду складывать, переводить в валюту, потому что рублю доверия у меня нет, и складывать на счет. А потом наше государство возьмет? Не-не, не на наш счет, на импортный счет. Открой где-нибудь. А потом оно возьмет и просто-напросто запретит пользоваться и на счетах, и все. Вот. Так я больше заработаю, Ирина. Мне не нужна будет их пенсия вообще. Я буду эти деньги складывать. А ты можешь их сегодня складывать. Далеко не каждый человек сегодня может делать отчисления. Даже имея хорошую большую зарплату. Делать сбережения. Потому что делать сбережения. Вот-вот. Я разговариваю, например, со своей дочерью. И понимаю, что они с мужем вдвоем работают. А сейчас, не дай бог, кто-то из них заболеет. Им жить-то будет опять не на что. Потому что они, она говорит, мама, как? А как вот у нас то вот это нужно, то вот это, то мы хотим пойти туда, то хотим пойти сюда. И все. Избережений-то нет. Потому что когда бы у людей не было, получают, например, те же самые молодые семьи подъемные, едут в село, работают, например, тот же сельский доктор, программа. Получили они этот миллион. Они что, его на пенсию отложат? Да, они хотят жить здесь и сейчас. Поэтому на пенсию они не отложат. Настя, и как бы ты ни хотела, ты 20 или 30 лет откладывать те же самые 36 тысяч в год на пенсию не сможешь. Вот это вам и речь. Поэтому я и выходила на улицу, поэтому я и буду выходить на улицу. Потому что народ в моей стране должен жить, а не выживать. А для этого же будут они платить налоги. Как в Германии? В Германии налоги платят люди, я не спорю. Очень большие. Большие, я не спорю. У меня там тоже живут родственники, ну, дальние, неблизкие. И общаясь с ними, я знаю, сколько, вот, допустим, она, будучи простой медсеструй, обычная медсестра, в больнице, которая, ну, по сути, не больница, а как дом престарелых. Ну, что-то такое. То есть там старики сидят. Да, у них социальных учреждений довольно много. Да. Вот. Она работает медсеструй. Она получает зарплату в порядка 2-700 евро. Из них, из этих 2-700 евро, у нее на налоги, на церковь, потому что у них церковь платная, тоже платная, еще на что-то уходит порядка 800 евро. Простите меня, но у нее остается почти 2 тысячи. Я согласна платить такие налоги, если в моей стране минимальная зарплата будет, ну, хотя бы, ну, хотя бы тысячу евро. Хотя бы. Да, ну, у нас расчет-то не евро, мы-то в рублях, пускай в рублях, 80 тысяч рублей, минимальная зарплата. И бензин будет по 10 евро, подведем под Германию. Да, бензин не по 10. На самом деле продукты питания у них дешевле, чем у нас. Дешевле. А еще там дороги с обогревом, трава зеленее, деревья выше. Нет, дороги там без обогрева, и трава там такого же цвета, просто аккуратно подстриженная. Вот. Но дело-то вообще, дело в том, что несоизмеримые доходы наши. Нам-то что делать? Нам? А улицы выходить. Слово, слово. А давай посмотрим процентные соотношения. Две 700 они получают. Да. 800, этот, 800 долларов у них, 800 евро уходит на налоги. Это где-то 33-34 процента налогов. Да? Процентное соотношение, как у нас. Нет. У нас, давайте, вот любой товар возьмем, сахарница. Мы зарплату берем. Зарплату, так в том-то и дело. Мы берем сахарницу, берем зарплату. Да, в том-то и дело. 13% плюс соцстрах, плюс медстрах и пенсионный, как раз те же самые 33-35% и получаются. Да, только в Германии нет скрытых налогов, как есть у нас. ЦИЗы, сборы, пошли. Как есть у нас. Там нет скрытых, нет там скрытых налогов. Да все там точно так же, как и у нас. Люди живут там, там совсем другой уровень. Все закладывается в стоимость любого товара. Это закон. Я на самом деле согласен с Насей в этой ситуации, что там люди это видят. Другое. Понимаете в чем? Вот основной момент такой, вот в Соединенных Штатах Америки, как стоит. Вот есть цена, например, вот это молоко продается в магазине, она стоит, например, 1 доллар. А на кассу ты приходишь и тебе говорят, 1 доллар 25 центов чек. И ты еще удивляешься, потому что откуда 25 центов. А там написано, налог такой-то, зарплата продавцов столько-то, доход магазина столько-то, налог штата столько-то. То есть там все это расписано. У нас же этого ничего нет. Почему у нас? Если бы, не, 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 подождите. Только МДС. Если бы у нас, на самом деле, бы все это писали как там, если бы у нас не работодатель платил бы налоги, вот как Анастасия предприниматель, и я предприниматель тоже. То есть вы говорите за 13 процентов, а я должна отдать, и у нас налог на зарплату 43 процента получается. Не 13, 43. Там не 43, там поменьше, но я, например... Почему? 43. Вот у меня были сотрудники, когда они у меня были, я платила за них налоги. 43 процента. То есть они об этом писали и рассказывали, буквально вот, по-моему, то ли в ноябре, то ли в декабре у нас была об этом тоже статья, когда мы людям разъясняли, что... Был такой вопрос, почему такие низкие зарплаты, 12 тысяч человеку говорят, а почему предприниматели не платят дороже. Когда мы объясняли о том, что если ваша зарплата минималка, ну, у нас по стране, в республике у нас чуть-чуть побольше на 800 рублей, чем в целом по стране, если, например, даже по республике 12, там, 800 с копейками, то предприниматель платит почти 20 тысяч. Да, почти 20, вы обходитесь каждый работник. И когда был поставлен вопрос о том в Думе, что перевести часть налогов на самого человека, чтобы у него зарплата была больше, естественно, возмутились, как это так, мы там 6 процентов будем платить себе за медстрах, а тогда поднимался вопрос, а почему тогда о вашей пенсии должен думать предприниматель, ваш работодатель? То есть он вам платит вот в этом, в конвертике? Либо вы сами платите? Нет, в этой ситуации, конечно, понятно, что в идеале должно быть все прозрачно. В этой ситуации наше государство обнаглело. Вот один ответ. Обнаглело. Что если вы указываете вот сумму, например, вы можете узнать, например, вот сколько молоко стоит там на ферме, сколько оно приходит до того, как поступает в магазин, и сколько в итоге оно конечному потребителю. Да. Вот. И если бы люди все это знали, если бы все это было бы расписано, вплоть до аренды, то есть всего, люди бы ужаснулись у тебя. Сколько должен стоить бензин, сколько должно стоить там, я не знаю, буханка хлеба, молоко, сколько должно стоить сметана, вот это все. Это на самом деле жутко. Но здесь в какой момент, я вот поддержу Михаила, когда он сказал, вот, нам же что предлагают? Вот на самом деле, почему к тебе сейчас много вопросов было, да? И со стороны Ирины, и со стороны Михаила, с моей стороны. Потому что, я говорю, мы все это проходили в 90-е годы. Конкурентная рыночная экономика, вот она все это принесла. И если людей спросить, ну мы все-таки в школе учились. Ты и я, мы учились в школе в это время. Мы знаем от наших там родителей, близких. Но те люди, которые жили в то время, они ни в какую не хотят в это время возвращаться. А нам предлагают что? И нам сейчас, кстати, пытаются донести многие либералы о том, что это время свободы. Свобода вот тогда была, вот все. Нам пытаются, знаете, нам как бы даже вот дни рождения Ельцина, как бы всячески преподносят это все. И нам сейчас Алексей Навальный говорил, что вот какие реформы будут. Минимальная зарплата 25 тысяч. Хорошо? Да, здорово, классно. Вообще, кто же спорит? Ну тогда хлеб будет, буханка, хлеба стоит 100 рублей. Вот в чем момент. И на самом деле взять вот наш город Прохладный. Я отучился в 2006 году, ТСХТ закончил, Терский сельхозтехникум по специальности ветеринарных фельдшек. Я устроился на работу, у меня зарплата в 2006 году 2,5 тысяч. Вот. Тогда, получается, в городе Прохладном хорошая зарплата, очень хорошая, считалось 5. 5 тысяч, это хорошее, прям, ты такой зажиточный крестьянин был, если 5 тысяч получил в месяц. И люди тогда все равно, многие жаловались, говорили, на то, на то, на то не хватает, как бы вот было бы там 10, а вот если 15 было бы в месяц, то это вообще было бы шикарно. Вот. Прошло 15 лет. Сейчас 2021 год. Условно, в городе Прохладном средняя зарплата 15 тысяч рублей. Стало жить лучше, стало жить лучше. Поэтому здесь вопрос не в том, сколько ты зарабатываешь, а в том, сколько ты тратишь. Ты сумеешь сохранить, сколько ты сумеешь сохранить. Да. Покупательная способность, как раньше. Уровень жизни. Именно о том идет речь, что в Германии в той же, да, но не больше. Но уровень жизни выше, значительно. Не соизмерим с Россией. Несмотря на то, что Германия вот такая вот пиндюрка, в которой ничего толком нету. Так же, как и в других западных странах. Возьми Францию, там, возьми, не знаю, кого хочешь. Ничего у них нету. Ничего именно ничего нету. Ничего нету. Никаких ресурсов у них есть. Ворцовгель, Аджикей нету. Ворцовгель, Аджикей нету. Самое главное. Ёршиков по 700 евро есть у них? Нету. Это точно. 100% нету. Поэтому мы победили. Да. У нас борцы такие. Ёршики. Вопрос в том, что... Вы говорите, там нету. Там производство. Да. Ресурсов нету. Но люди смогли, страны смогли построить экономику, уровень жизни своим гражданам достойный. А у нас, простите, вся таблица Менделеева. Все, что можно только подумать, у нас есть, а живет наш народ столько времени в нищете. Не может позволить себе средняя семья купить лишнюю пару обуви. Вот до чего мы дожили. И отказаться от второго автомобиля. Ну, не у всех есть вторые автомобили. У многих нет даже одного автомобиля. К сожалению, в нынешнее время, сейчас, мы уже живем так. Допустим, у меня дома, да, трое детей, включая племянные. Их надо развести в садике, школы, какие-то мероприятия другие. А как без автомобиля? Так я почему не говорю, что мы стали жить гораздо хуже, чем жили в 80-е годы. Только в 80-е годы был один автомобиль на целую улицу. А сегодня у нас в каждой семье один-два автомобиля, но мы живем гораздо хуже. Нет, я не считаю, что мы сейчас живем хуже, чем в 80-е годы. Все сейчас говорят, что гораздо хуже мы живем сейчас. Нет, я не считаю, что мы живем сейчас хуже, чем в 80-е годы. В 80-е годы мы так же живем, как и сейчас. Это политика двойных стандартов. И точно и в 70-е годы. Смотри, у нас действуют двойные стандарты. Как Настя сказала, надо вернуть в 90-е. В 90-е было классно. Была свобода СМИ, была свобода судов. Правда, каждое утро открываешь, коммунальную хронику завалили кого-то. Но это свобода, потому что можно было валить. Хочешь депутата завалил, хочешь конкурента. Так тебе надо сейчас по закону его кошмарить там думать. Да, а то ты просто пришел, завалил и все, и поехал дальше. Свобода суда, потому что есть, ты судье принес, и тебе свобода суда, и у тебя свобода есть. Правильно? То есть, в грузии мы жили, оказывается, прекрасно. Михаил, не надо переворачивать. Я не переворачиваю. Я не сказала, что мы жили прекрасно. Ты говоришь, мы за нашу страну, нам надо в нашей стране все делать, но деньги я буду хранить в евро. А потому что нет доверия, да. Потому что стране доверия нет. Мы живем в хорошей стране, но в Германии живут лучше. Меня это как бы, как патриота нашей Родины, меня это напрягает, эти мысли. Вот если я патриот, то у меня нет финансов в долларах, в евро, ни в чем. У меня все деньги хранятся в рублях, а рубли хранятся вот в заднем кармане бумажник. Я не считаю нужным где-то там в другую страну смотреть, как у них. Я смотрю сюда, в свою страну, и думаю, что делать лучше. Потому что у тебя детей нет, ты не думаешь об их будущем. А у меня есть дети. Я не могу позволить себе хранить сбережения в рублях. То, что можно сделать здесь, чтобы когда у меня будут дети, они у меня выходили не между домом, а во времянку, под снегом, под дождем, да. Я делаю навес. Ну, тебе, конечно, выгоднее вложить деньги, потому что в случае чего, вот такие вот либеральные патриоты, дорога в Германию уже протоптана, туда сейчас все новальдисты побежали. Кстати, насчет Навального. Вот ты говоришь, что выходила на митинги не за Навального. Да. Вот. У нас есть известное издание «Кавказский узел», которое утверждает. Вот, видишь, она это, я скажу, на монтаже и вырежет. Которую утверждает. Кантирую, да я. Вот, которая утверждает. А потом говоришь о свободе слова. Конечно. У нас свобода, но местами диктатура. Ну, что дальше? Вот. Издание «Кавказский узел» утверждает, что в прохладном была задержана сторонница Алексея Навального, Анастасия Емельянова. Как ты можешь пояснить это? Никак. Я не отношусь к «Кавказскому узлу», и я не знаю, что они написали. Это, ну, они как бы написали, написали. Сейчас уже нет «Кавказского узла». Видишь? Да, вот, видишь? Поэтому я не могу тебе ответить на этот вопрос. Анастасия, ну а как ты можешь эти противоречия, да? То есть вот… Еще раз тебе повторяю. Это же ты не мои слова цитируешь. Ты цитируешь издание СМИ. Послушай, обо мне написал… Своих слов? Нет, нет. Что? Там они, как нам сказала Анастасия Емельянова, они там буквально в каждой статье, где касаются проблем города Прохладного, цитируют тебя. Но это не факт. И ссылаются на тебя. Да, но это они так написали. Но это же не факт, что это так. То есть ты против «Кавказского узла» сейчас выступаешь? Я не выступаю против «Кавказского узла». Нет, но я хочу понять, работа в СМИ может быть или нет? Безусловно, она должна быть. Хорошо. Я тебе хочу сказать о том, что я… То есть «Кавказский узел» не говорит правду? Нет. Я выходила… То есть «Кавказский узел» ты против «Кавказского узла»? Ты не слышишь меня? Я не против «Кавказского узла». Я тебе говорю о том, что я не могу отвечать за то, что написал «Кавказский узел». Я выходила и выхожу, и буду выходить за себя и будущее своих детей. Если бы я хотела жить в Германии, Михаиле, у меня достаточное имущество, чтобы продать его, уехать туда, купить себе достойное жилье и обеспечить достойную жизнь. И получать по 3000 евро в месяц. И получать по 3000 евро в месяц, работая флористом, оформляя людям свадьбы. Я даже больше буду там зарабатывать. Прекрасно жить. Но я патриот, в отличие от тебя, настоящий патриот. И я не могу… И деньги храню в евро. Настоящий патриот. Деньги я храню в евро, безусловно, потому что я не доверяю сейчас нынешней власти. Я уже прожила то время, хотя я была маленькая, но я знаю то время, у меня до сих пор лежат дома книжки, на которые на мое имя открыты. Когда там лежит сумма, на которой можно было купить целый дом, и бабушка моя говорила, девочки вырастут, и будет им дом. А в итоге сейчас там, прости меня, не получить ничего. Но это коммунисты виноваты, коммунистов убрать. Нет. Нашему государству веры нет лично у меня. Деньги я храню в евро, потому что я думаю о будущем своих детей. Но за границу я не уезжаю, не уеду, можете не рассчитывать. Даже если меня здесь посадят, я за границу все равно не уеду, потому что за эту землю мои предки проливали очень много крови. Мой дед был летчиком и воевал с немцами. И я свою землю буду отстаивать в любом случае против всех врагов, а сейчас я врагами считаю коррупционеров, которые окопались в доме. И вот совсем недавно, буквально вчера, приняли закон о вынужденной коррупции. Слышали про такое? Теперь приходишь ты, представь, ловят какого-нибудь господина, ну, например, Тараяна на взятки, 1150. А он говорит, вынуждена, принесли отказаться, не смог вынудить. И его освобождают от ответственности. Причем закон принят даже с обратной силой. То есть это вообще нонсенс. Законы не имеют обратной силы. Но депутаты наши, нет, не так, депутатиши приняли закон, который имеет обратную силу и действует с марта 2020 года. Вот сейчас у нас взяли господина Макарова и его сотоварища по моргу. И сейчас это элементарно. Переквалификация 159 в коррупционную статью, на суде, Ваша честь, это было вынуждено, коронавирус брал. Освобождение от ответственности. Классно? Скажи, вот сейчас подумай внимательно. Ты, Рёхи, у тебя дед воевал. Скажи, а вот если бы здесь сейчас оказался твой дед, он бы поддержал твои вещи про то, что в Германии жить хорошо? Я не знаю, откуда я могу знать, что сказал бы другой человек. Я могу знать только то, что я могу сказать. Я же не могу в голову другому человеку залезть и делать предположение о том, что он скажет в той или иной ситуации. Поэтому уж и звони, я за других людей не отвечаю. Продолжая твою тему, Миша, по поводу Кавказского узла. Это своего рода СМИ. Это своего рода зона влияния. Так же, как и городок, и твой аккаунт. И вот в данном случае очень яро проявляется ситуация с ролью СМИ в данной ситуации. Насколько она может повлиять как отрицательно для здоровья населения, на здоровые мысли населения, так и положительно. Вот если бы в данном случае с подачи государства это все контролировалось бы в положительном ключе, то все наши проблемы хотя бы на 30% уже бы уходили. Потому что СМИ должно быть альтернативное, СМИ должно быть честное, добросовестно, ответственное. То есть то СМИ, которое, как наши родители, которым мы доверяем. То есть они всегда искренне честны и заботятся от нас. Вот если бы СМИ такое было бы в полной мере, и государство этому способствовало бы, выступления не нужны были бы. А сейчас они зачем? Сейчас они в силу того, что государство ведет политику, ну так скажем, мягко уничтожения народа. Очень мягко сказал. Мягко сказал, да? Очень мягко. Да, очень мягко. И Настя хочет проявлять свою, Анастасия хочет проявлять свою любовь к государству в таком стиле. Кто-то другой в третьем стиле, кто-то создает аккаунты и противоречивые выбросы делает. В том числе и с Навальным связаны информации, которые говорят о том, что через ТикТок, через вот эти социальные современные сети детей ангажировали информацию о том, что это надо, выходить надо. Детям это интересно. А молодому, детскому, гиперчестному, у них же детский максимализм все-таки преобладает, и хотят правды, хотят честности. Наверное, все были такими? Да, у каждого стоит. Кто-то и остался. Да. Кто-то остался таким. И вот в детстве это яро сидит, и непосредственно детям легко навязать какие-то мысли, действия, что мы и видели. И это нехорошо. И каждый родитель, каждый взрослый должен понимать, что с детьми надо разговаривать, общаться, быть им другом. К сожалению, опять же, с подачи государства нет у нас силы, времени достаточного, чтобы с детьми сидеть так долго дома, в общении, проводить с ними время, чтобы воспитывать. Не учить, а воспитывать детей, а с воспитанием уже и знания притянуться к ним, и любовь к родине, и все остальное. К сожалению, вот этого всего нам не дает ни наше государство на сегодняшний день, ни альтернативные политики, ну, я за Навального говорю, ни альтернативные политики, ни что-то другое. Какая цель сейчас, на сегодняшний день у нас у всех, всем понятно. Мы хотим хорошего, счастливого будущего себе и нашим детям. Но как это сделать, пока готовой инструкции нету, поэтому нам надо разговаривать, общаться, выяснять среди той кучи информации, которая есть на сегодняшний день в интернете, ту, которая нам нужна. Субтитры создавал DimaTorzok